Администрация города Ставрополя заявляет о проведении аукционов по продаже земельных участков и недвижимости, право аренды нежилых помещений, право аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Полный список текущих аукционов и условий подачи заявок в разделе «Муниципальные имущества. Приватизация. Аренда. Продажа» на официальном сайте администрации города Ставрополя stavadam.ru. По всем вопросам обращайтесь в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Ставрополя. Телефон 26 12 18 Иногда в нашей жизни бывают минуты, когда хочется забыть обо всем и просто наслаждаться моментом. Богучарские семечки. Что может быть лучше? Здравствуйте, я Анастасия Емцова, а это информбюро программы «Чистых новостей». И вот грифы самых главных событий сегодняшнего дня. Гриф в дыму. Накануне в Ставрополе загорелась городская свалка. Что стало причиной возгорания, выясняла Кристина Ревенко. Гриф не узнать. Реконструкция на бульваре Ермолова идет полным ходом. Работу планируют закончить к дню города. На какую дату выпадет этот праздник в этом году, узнаете из сюжета Олеси Мелиховой. Гриф ярко. Завтра солнышко будет свободно гулять по небу. Точнее будет. Подробнее в конце программы. Гриф в дыму. Сегодня с самого утра жители Ставрополя едва не ходили по улицам в марлевых повязках. От запаха дыма и плавящейся пластмассы люди пытались скрыться в помещениях. Как стало известно, загорелась городская свалка. Кристина Ревенко побывала на месте ЧП и выяснила, что стало причиной возгорания. Сейчас свалка полигон Яр почти полностью в дыму. Он весь идет на Саврополь. Ужасно слезятся глаза и практически невозможно отдышать. Накануне около трех часов дня здесь произошло возгорание. Полгектара территории были объяты огнем. Бытовые отходы, целлофановые пакеты, пластиковые бутылки, строительные материалы. Все это уже на протяжении суток плавится на свалке. Токсичный дым, еще вчера накрывавший всю Ташлу и Мамайку, сегодня с переменной направления ветра добрался до центра Ставрополя. Пожарные и сотрудники полигон Яр еще накануне приступили к ликвидации возгорания. Всю ночь они пытались затушить открытый огонь. Благодаря администрации города Ставрополя, благодаря вмешательству губернатора, были привлечены силы пожарных, муниципальных служб, которые подвозили воду. В течение всей ночи велась работа, усиленная работа, подвозилась вода, работала техника, работали люди всю ночь. И благодаря этому частично удалось ликализовать. У директора свалки есть несколько версий, почему произошло возгорание. Во-первых, водители грузовиков, которые привозят мусор со всех уголков города, могли наплевать на запрет курения на полигоне. Во-вторых, в самих отходах, которые выгружали на территории, могли попасться незатушенные окурки. Но все же, скорее всего, виновен газ без цвета и запаха. При разложении отходов выделяется метан. Именно он, говорят специалисты, мог стать причиной возгорания. Погодные условия конкретно повлияли на ухудшение данной ситуации. Большая температура за 30, сильный ветер, обильное выделение метана привело к тому, что достигло определенной концентрации. И при достижении данной концентрации, при взаимодействии с воздухом, метан самовоспламеняется. На задымленной территории сейчас с полным ходом идут работы. На тракторах сотрудники полигона пытаются утрамбовать отходы, а пожарные заливают леющий мусор. Самая большая опасность, что ветер вновь внесет коррективы в работу сотрудников противопожарной службы. На данный момент у нас здесь работает 7 пожарных расчетов, 5 водовозов. Еще 3 водовоза направлены из Розвянова нам на помощь. То есть, думаю, к концу дня справимся. Кристина Ревенко, Илья Оладин, Инфорумбюро. 30 тысяч. Именно столько людей просили о помощи краевого омбудсмена Алексея Селюкова на протяжении последних 10 лет. Сегодня в канун юбилейной даты с ним встретился глава региона Валерий Зеренков. Уполномоченный по правам человека отметил, в основном жалуются на жилищно-коммунальную сферу. Также замечания поступают и в адрес сотрудников правоохранительных органов. Алексей Селюков подчеркнул, количество заявлений растет. В то же время число нарушений прав и свобод после обращения к краевому омбудсмену снижается. Те, наверное, люди, которые обращались к вам, нашли поддержку. Все время слышали, если обратиться к Алексею Ивановичу, то этот человек действительно поможет. В них нет дела. Гриф «Не узнать». Любимое место ставропольцев и памятник истории бульвара Ермола. Его полным ходом реставрируют. Часть работы уже сделана. Закончить перестройку обещают ко дню города. Эта дата уже известна. Когда в этом году Ставрополь будет праздновать свой день рождения и как обновиться центральная улица, расскажет Олеся Мелехова. Бульвар Ермолова – одна из самых оживленных улиц города. Здесь всегда людно. Вот только прохожие обычно никуда не спешат, а медленно прогуливаются по скверу и отдыхают в тени деревьев. Лидия в краевом центре живет недавно. Каким был бульвар несколько десятков лет назад, не знает. Но последние изменения, отмечает женщина, заметно радуют глаз. Ну, бабочки новые стали, мусорки новые. В общем-то, чисто, красиво. Очень приятная аллея. Мы ее любим. Бабушка часто гуляет в сквере с внуками. Они тоже в восторге от новых изменений. Обещают, теперь приходить сюда будут чаще. Ну, что тут тенек. И хорошо ходить. И прохладно. В комитете городского хозяйства рассказывают, бульвар ремонтируют на протяжении нескольких лет. Каждый год обновляется новый участок сквера. Асфальт заменяют тротуарной плиткой. А в этом году появились и новые лавочки с урнами. Последний этап, который сейчас ходит в завершающую стадию, это участок бульвара проспекта Акиапской революции до куста Хитагурова или Комсомольской горки. Мы завершили работы по замене изношенного асфальтобетонного покрытия на более экологичное, плиточное, ровное. Сейчас мы завершаем установку новых красивых скамеек с кованными урнами на этом бульваре. И таким образом горожане получат в новом облике эту часть бульвара Эрмолова. Также порядка 150 деревьев, там обновление зеленых насаждений идет. Когда-то бульвар выглядел так. Это одно из самых старых мест Ставрополя. Больше 30 лет он обладает статусом памятника истории. Одним из первых известных посетителей бульвара, отмечают историки, был Михаил Лермонтов, который любил уединенные прогулки. В повести «Казаки» Ставропольский бульвар упоминает Лев Толстой. О недалеком прошлом память все же еще осталась. В нижней части улицы. Сделали, конечно, очень красиво. Хорошо. Нам удобно там гулять и комфортно. А здесь нет, естественно. Вот видите, велосипед тащим за собой, потому что невозможно ездить. Поэтому вот там катаемся, а здесь тащим велосипед. Сюда пока не добралась рука строителей. Но власти обещают, скоро дело дойдет и до нижней части бульвара. Но это, скорее всего, уже в следующем году. А 20 новых лавочек и запланированные 3,5 тысячи квадратных метров плитки появятся уже к дню города. Мы готовимся к этим датам. Обновляем бульвар. Видите, плитка положена, лавочки новые. Все везде идет ремонт. То есть город обновляется, город готовится к своему дню рождения. Это место находится рядом с колыбелью Старополя, рядом со стеной крепостной. И из-за этого, конечно, это место, любимое место отдыха горожан. Здесь люди очень любят гулять, тем более с детьми. И действительно, оно должно быть, как сказать, самым лучшим в нашем городе. В этом году у краевого центра юбилей. Городу исполнится 235 лет. Праздновать его день рождения в администрации планируют с размахом. Гуляния пройдут под девизом «Ставрополь – хранитель истории». Отмечать день рождения краевого центра в этом году будут 29 сентября. Олеся Мельхова, Николай Попов, Илья Аладин, Информбюро. Все жалобы проходят через мои руки. Это слова исполняющего обязанности главы администрации Ставрополя Андрея Джадуева. Сегодня в город администрации прошло очередное заседание. Тема номер один – работа с обращениями граждан. Вопросы, которые волнуют жителей Ставрополя, остаются прежними. Это воды, газоснабжение, непонимание с управляющими компаниями, ремонт многоквартирных домов, жалобы на руководителей и задержки зарплаты. Андрей Джадуев отметил, за письмами, которые приходят в адрес администрации, следит лично. Однако звучало с трибуны количество письменных и телефонных обращений в этом году по сравнению с прошлым, на порядок ниже. Причины такого спада могут быть совсем разные. В природе две причины, по которым количество жалоб может снизиться. Первая – нехорошая причина. Это, например, народ просто потерял всякую надежду и перестал обращаться. И вторая – стали работать лучше. Так вот, первое или второе? Думаю, что второе, потому что за полгода... Как-то вы не уверены, Татьяна Викторовна? Нет, за полгода в МФЦ было зарегистрировано 10500 заявлений по оказанию государственных и муниципальных услуг. То есть раньше люди обращались непосредственно в адрес администрации по справке социальной получить. Согласно недавно проведенного опроса, 9 из 10 россиян считают наркоманию самой серьезной проблемой. Даже вопросы коррупции, терроризма, бедности и стихийных бедствий отходят на второй план. На вопрос, кого бы вы не хотели иметь в качестве соседей, опять же лидируют наркоманы, обгоняя алкоголиков, бывших уголовников и ВИЧ-инфицированных. Как обстоят дела в крае и какие меры принимаются краевым правительством по сокращению числа наркозависимых – об этом в сюжете далее. В Ставропольском крае 9 тысяч наркоманов. Однако это только официальные данные. Реальные цифры в 7, а то и 10 раз больше. Каждый пятый молодой человек пробовал наркотики. Вы уверены, что в этой группе риска нет ваших детей или близких? Проблемы наркомании и необходимое создание в крае системы учреждений по реабилитации и ресоциализации или адаптации в обществе бывших наркозависимых стали основными на заседании антинаркотической комиссии в краевом правительстве. Сергей Ушаков отметил, что сегодня в крае действуют 23 центра для оказания помощи алкой и наркозависимым. Однако деятельность большинства из них бесконтрольна и неэффективна. Выход в этом случае – создание национальной системы центров. Уже есть соответствующее поручение президента. В эту систему планируется включить негосударственные учреждения при условии прохождения ими добровольной сертификации. На сегодняшний день в России такую сертификацию успешно прошли четыре негосударственных реабилитационных центра. И среди них – Испасо-Преображенский реабилитационный центр, созданный местной религиозной организацией «Православное братство Святого Духа» Ставропольской и Невиномысской епархии Русской Православной Церкви под руководством Николая Новопашина. Данный реабилитационный центр на выездном совещании председателя Государственного антинаркотического комитета Виктор Петрович Иванов, проводил его, которое состоялось 25 мая прошлого года в городе Ставрополье, признан одним из наиболее эффективно действующих реабилитационных центров Российской Федерации, опыт организации работы которого рекомендован для распространения и использования в других регионах России. На сегодняшний день клиентами Спас-Преображенского реабилитационного центра стали более полутора тысяч наркоманов. Треть из них излечились от зависимости, нашли работу, создали семьи. Николай Новопашин говорит, борьба с наркоманией стала делом всей его жизни. Восемь лет назад по благословению владыки Феофанов в станице Темнолесской был открыт первый центр. Сегодня работает уже девять филиалов, причем не только на территории Ставропольского края. Четыре функционируют у наших соседей в Ростовской области и несколько в Краснодарском крае. На излечении приезжают со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. Кстати, участие главы центра в заседании рабочей группы по противодействию незаконному обороту наркотиков, созданной в рамках двусторонней российско-американской президентской комиссии, доказательство высокой оценки не только на федеральном, но и на международном уровне. Заседание шестое по счету, однако впервые в нем принял участие наш земляк. Не случайно на Государственном совете Российской Федерации президентам были даны поручения в рамках создания национальной системы реабилитации шире использовать возможности общества, возможности неправительственных организаций, организаций, которые действуют под религиозными конфессиями, поскольку на самом деле активность общества большая. Задача придать этому нужное направление и меры поддержки. Вот в этом смысле я знаю, что господин Новопашин выиграл грант федерального правительства по поддержке своей системы центров. Для нас это важно. На международной комиссии Николай Новопашин представил интересы края и республик Северного Кавказа. Он рассказал о работе, о том, каким методикам прибегают для реабилитации как русских, так и иностранных граждан. Работу оценили высоко, поблагодарили за вклад в развитие негосударственного реабилитационного центра. Я очень благодарен, что вы мне рассказали сейчас о том, что делают не правительственные, не государственные организации. В Соединенных Штатах мы говорим, это организации, которые исходят от самых корней, от самых основ местных сообществ. Это здорово. И меня заинтриговала, так сказать, в хорошем смысле, ваша фраза, что вы сказали, что вы также работаете с религиозными конфессиями, которые тоже очень активно действуют. Это очень-очень здорово просто. И нам очень понравилась ваша презентация. Понимая значимость проблемы, внимание оказывают и краевые парламентарии. Весной в репцентре в станице Темнолийской прошла встреча депутатов Краевой Думы. Сначала экскурсия по местности. Там идет строительство храма, тут строят новые дома, здесь разводят скот. Уже формируется целая коммуна, создаются семьи. Чем больше мы будем сегодня развивать эти центры, чем больше мы будем внимания уделять людям наркозависимым, а это в основном работоспособная молодежь, тем у нас будет здоровее население. Духовное здоровление, приобщение к церковным традициям, трудотерапия – это слагаемые успешного излечения. И сама природа там участвует в реабилитации наркозависимых. Там нет решеток, там нет каких-то заборов, нет собак, нет колючей проволоки, но есть люди, которые сами прошли через эту беду, они выкарабкались, они просто, можно сказать, из могилы вылезли, открыли эту крышку гроба и вернулись к нормальной жизни, и они, конечно же, могут помочь тем, кто сейчас находится в беде. И вы знаете, какое-то удивительное состояние чувства, когда мама впервые за многие годы слышит от своего сына приятное слово, не просто «дай денег» на очередную дозу, а говорит «мама, я тебя люблю, мама, прости меня за то, что со мной было, то, что было с тобой». В ближайших планах открытие межнациональных центров в республиках Северного Кавказа, где проблема наркомании стоит еще более остро. Что касается вопроса религиозной принадлежности, здесь он отпадает сам собой. «Пришел человек, родитель Азербайджана своим сыном и вот возьмите на реабилитацию». Это был первый такой случай. Я говорю, ну он же ж мусульманин, ну как же, у нас же ж православные традиции, мы не отвергаем, но вас предупреждают, что такая у нас программа. Он говорит, вы знаете, батюшка, он не мусульманин, он не христианин, он наркоман. «За тех людей, которых я берусь, я довожу до конца. И если бы я имел возможность им дать возможность людям работать, вот как мы предполагаем, на земле, трудиться, то я думаю, результат был бы гораздо больше. Весь вопрос в том, что когда я из центра человека выпускаю, он 100% стоит на ногах». «Вообще здорово, что вы занимаетесь этим вопросом. Вы заслуживаетесь действительно добрых похвал». Руководитель Спаса-Преображенского реабилитационного центра принимает активное участие в пропаганде уникальных методов лечения зависимых, их реабилитации, профилактики и привлечения внимания общественности к проблеме. Так, в Краевой думе во время видеомоста Санкт-Петербург-Ставрополь, где главной стала тема обсуждения наркомании как угрозы национальной безопасности, Николай Новопашин озвучил свои предложения. «Люди, которые сидят в правительстве Санкт-Петербурга, в администрации области, они именно хотят перенять тот уникальный опыт, ту практику, которую мы наработали и в законодательной системе, и практически, и взаимодействие с церковью, и с наркологией, и со здравоохранением. То есть вникнуть и понять тот комплекс мер, который эффективно ведет работу в Сарапольском крае». Татьяна Федорова, Юрий Кореньенко, Илья Аладин, Информбюро. А теперь настало время погоды, и я передаю слово нашим очаровательным метеоблизняшкам Маше и Даше. Здравствуйте! Это единственный в мире синхронный прогноз погоды. Сегодня ночью территория игра безоблачная, плюс 21. Днём 31, вечером 20 градусов выше 0, ветер восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление немного ниже нормы. С вами были Маша и Даша. Хорошей погоды. Пока-пока! Администрация города Ставрополя заявляет о проведении аукционов по продаже земельных участков и недвижимости, право аренды нежилых помещений, право аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Полный список текущих аукционов и условий подачи заявок в разделе «Муниципальные имущества. Приватизация. Аренда. Продажа» на официальном сайте администрации города Ставрополя stavadm.ru По всем вопросам обращайтесь в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Ставрополя. Телефон 26 12 18. Иногда в нашей жизни бывают минуты, когда хочется забыть обо всем и просто наслаждаться моментом. Богучарские семечки. Что может быть лучше? Все видео нашей программы вы сможете найти на сайте stv.rf. Смотрите наш первый краевой спутниковый канал СТВ плюс в 3 калории. Заходите к нам на сайт stv.rf. Смотрите онлайн и обсуждайте чистые новости в чисто русском интернете. Обязательно звоните, мы поможем. Телефон нашей редакции в Ставрополе 35 13 45. А у меня все. Вы смотрели информбюро программы чистых новостей. С вами была Анастасия Ямцова. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok